Бахтияр Телекабылов Когда человек совершает добро У него в организме вырабатывается особый гормон Гормон счастья Чувствовали что-то такое? Что чувствуете, когда делаете? Конечно, мы ощущаем Любой человек, который делает добро Он очищается Он на мир смотрит по-другому А если учесть, что это наша основная работа Вы представляете, что для нас такое ощущение Является почти как повседневным таким состоянием То есть для вас каждый день Рабочий праздник, можно сказать Можно сказать так, да Хорошо, Бахтияр, вот скажите Совсем скоро близится такой светлый праздник Любимый праздник всех детей Это день защиты детей Ну и наверняка ваш фонд не останется в стороне Что вообще планируете? Какие мероприятия будут проводиться? Да, Ксения, ты права Приближается такой Скажем так, в кавычках Профессиональный праздник детей Вообще дети Это радости нашей жизни У детей есть два хороших праздника Это Новый год такой покрытый сказкой Дед Морозами И 1 июня День защиты детей Ну, мы решили в этом году Подойти к этому празднику Мы вообще всегда стараемся Находить какие-то новые формы, новые идеи И вот в этом году Ну, у нас возникла такая идея Дело в том, что на этот праздник День защиты детей Мы, взрослые большинство Подходим с такой точки зрения Когда мы обращаемся к ребенку Что ты хочешь Что ты желаешь Ну и мы стараемся Смотря на свои возможности Приобрести эту вещь И подарить ребенку Вот Здесь мы решили подойти Несколько по-другому Задав ребенку вопрос Чему он хочет научиться Обрати внимание, Ксения Постановка вопроса Что ты хочешь Или чему ты хочешь научиться Совсем два разных подхода И вот мы провели Такой небольшой эксперимент Взяли 4 наших детских дома Вот изготовили Вот такую красочную коробочку Чему я хочу научиться И каждый ребенок должен был написать Вот чему он хочет научиться К тому Что помогло бы ему в жизни Он писал И в конвертике Они клали вот сюда И вот Можно, да, Ксения? Я вот вам показываю Вот смотрите Сколько писем Это вот Вот, кстати, я и хотела спросить А сколько писем-то пришло? В общей сложности 300 300 детей мы охватили Ну вот, например Детский дом семейного типа Бауржан Вот это Ленгерский детский дом Вот это вот Сайрамский детский дом Вот И вы знаете Мы неделю потратили И проанализировали Ну, должен сказать Что читать было Очень интересно Несмотря на то Что наш фонд С этими детскими учреждениями Работал Работать не один год Нам казалось Что мы уже детей Ну, все знаем Там всегда Что они просят Мы как бы стараемся им Так сказать Преподнести Но в этот раз Мы сами были Приятно шокированы Вот Можно, пользуясь случаем Я Немножечко Зачитаю Это было бы Очень интересно Ну, вот смотрите Детский дом Номер 4 Там Воспитывается 75 Детей И вот смотрите Из 75 Из 75 Хотят научиться Играть на пианино 11 детей На гитаре 10 Детей На дамбре 9 Даже на скрипке 2 ребенка Хотят научиться И стать профессиональным Певцом Двое Вот Вы чувствуете Какие они Так сказать Музыкальные И хотят На музыкальном поприще Добиться Ну, более таких Ну, хороших результатов Или, например В области спорта Пожалуйста Футболистами Хотят стать 6 человек Баскетболистами Двое Боксерами Двое Восточное единоборство Двое То есть Это их желание Научиться Более-менее Профессионально Дальше Интересно Есть там И Наверняка Будущие Художники И дизайнеры 7 детей На этом поприще Овладеть Иностранными Языками И стать Переводчиками 4 ребенка Из них Трое Хотят Овладеть Английским И одна Даже хочет Французский Язык Поставить На такой Профессиональный Уровень Что касается Профессии Вы знаете Нам было Очень интересно Я думаю Интересно Будет Ксения Тебе Послушать Вертолетчикам Именно Вертолетчикам Нас поразило Видать Мальчику Очень нравится Вертолет И он Будущее Себя Видит Именно За штурвалом Вертолета Один Строитель У нас Есть Потом Ремонт Техники Связанной С компьютерами 7 Ребят 7 Поваров То есть 7 Ребят Которые Хотят Овладеть Кулинарным Искусством Так что Мотать Себя На Уз И вот Одна Интересная Хочу Служить В армии И посвятить Себя Именно Военному Делу Вот Пожалуйста Видите 75 И вот Видите 75 Ребят И мы Узнали Чему Ребята Хотят Научиться Насколько Разнообразный Интерес Да Насколько Разнообразный И мы Теперь Уже Знаем Знаете Если Раньше Мы Вот Наш Фонд И Все Те Организации Которые Занимаются Благотворительностью Они Больше Крен был В сторону Одежды Обуви Еды То я Должен Сказать Что Сейчас Спасибо Государству Финансирование Очень хорошее Дети Не голодают Я вот Пользуюсь Эфиром Должен сказать У них Отличное Питание Они Одеты Обуты И вот Мы Почему Провели Вот Такой Эксперимент С тем Чтобы Ну Как бы Во первых Это пища Для размышлений Для нас В качестве Работы И плюс Для Телезрителя Кто Желает Если он Желает Помочь То уже Конкретно Адресно Ну Вот Например Как я Назвал Там Девочки Хотят Стать Поваром Ну Купите Какую Книгу Про Кулинарию Или Организовать Им Экскурсию В нашей Кондитерской Компании Правильно Ксения Или Например Вот Ну Иностранные Языки Значит Можно Приобрести Специальную Литературу Там Диски И так Далее И подарить Этим Ребятам Вот Я Иду Как В обратную Сторон Шитье Одежды Давайте Может Приобретем Небольшие Маленькие Швейные Машинки Правильно Вот Что касается Танцев Ну Танцы Это Ну У них наверняка Есть Кружки Но Если Они хотят На профессиональном Уровне Ну Значит Можно Договориться С танцевальными Студиями Которые Покажут Как-то Мастер-класс Например С выездом Вот Что касается Живописи Я думаю Здесь Понятно Ну Профессиональные Краски Ну Там Все сопутствующие Связанные С изобразительным Искусством Можно Подарить Детям Ну По спорту Понятно А По музыке Ну Вот Смотрите Вот Здесь На Домбре 9 человек И вот Наш фонд Как раз таки Недавно Этому детскому дому Приобрел Эти 10 музыкальных Инструментов И там Открылся Кружок По игре На Домбре Вот видите Теперь Там нас ждут 10 гитаристов 11 пианистов 2 скрипача И 2 певца Вот пожалуйста Вам так сказать Есть поле Для деятельности И действительно Можно Помочь Ребенку Не то что Помочь А Исполнить его Желание В отношении Чему он хочет Научиться В будущем Поэтому Мы Проводим Анализ Дальше Поэтому Если есть Желающий Помочь Можете Обратиться В наш фонд Хорошо Бахтиар Для тех Телезрителей Для всех Тех Кто заинтересовался Сегодня Нашей беседой И хочет Помочь Детям Из детского Дома Которые Прислали Письма Чему они Хотят научиться Куда Обращаться Куда Можно Звонить Ну На адрес Фонда У нас есть Электронная Почта У нас есть Сайт Достаточно Набрать Благотворительный Фонд Там Высветится Электронная Почта Наши Координаты Вы всегда Можете С нами Связаться Мы вам Покажем Письма Что и как Если Оно Если Вы Желаете Помочь Вот в этом Вопросе И приобретете Хотите Мы доставим Хотите Мы направим Как Что Одним словом У нас Очень такая Замечательная База Данных Это работа На целый год Или приходите По адресу Турикулова 13 Мы находимся Прямо рядом С телекомпанией Атрар Бахтиар Что бы вы Хотели пожелать Нашим телезрителям Так Ну Всегда Это я обязательно Должен сказать Пользуюсь случаем Спасибо Всем Жителям Города Потому что Без вас Очень многие Благотворительные Акции Проводимы В нашей городе И с ветеранами Вот И с детьми Они бы Просто не прошли Поэтому Спасибо тем Кто Оказал Маленькую Финансовую Помощь В наши Боксы Для пожертвования Которые установлены В нашем городе Поэтому Мы благодарны Всем организациям Всем простым людям Студентам И так далее Которые внесли Свой вклад И вот на эти деньги Эти деньги Позволяют нам Осуществлять Вот такие добрые дела Поэтому Здоровья вам Пусть сердца Пусть сердца Ваши Остаются Всегда добрыми Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok